Радио Болтком Добрый день. Да. Ну вот вы согласны с таким вот утверждением президента Латвии Эгелом Левицем, который заявил о том, что вот правительство все-таки находится на правильном пути. Ну, видимо, подтверждением этого служит и принятие целого ряда решений, связанных с пособием пенсионерам одноразовой выплаты 200 евро, 500 евро на каждого ребенка в семье. И вот правительство, по крайней мере, видимо, хоть какое-то единство демонстрирует. Согласны ли вы с тем, что правительство на правильном пути? Правда, президент не уточнил, о каком пути идет речь, но тем не менее. Да, интересный вопрос. Нужно понимать, что у каждого пути есть какая-то конечная цель. Вопрос. Какая конечная цель пути нынешнего правительства? Если мы говорим о краткосрочных целях или долгосрочных целях, то, наверное, краткосрочная цель правительства максимально оперативно вакцинировать до 67% населения для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет, это для того, чтобы можно было восстановить нормальную деятельность, жизнедеятельность и экономическую деятельность в стране. Насколько правительство в правильном направлении идет по этому пути, создавая бюро по вакцинации. Сегодня у нас очень интересный момент такой, что мы подали предложение с Юлией Степаненко по поводу ликвидации бюро вакцинации. И как раз прошлое заседание Сейма, прошлый четверг, оно остановилось на этом вопросе, когда коалиция начала шататься и появилось дополнительно мнение еще от одной политической силы, которая, возможно, поддержала наше предложение о ликвидации бюро по вакцинации. То есть это вот, если мы говорим о краткосрочной цели вакцинировать, то я считаю, что вакцинационное бюро, бюро по вакцинации как таковое, это паразит, который присосался к бюджетным деньгам, к деньгам многоплательщиков и высасывает эти деньги на пиар-акции, на абсолютно бессмысленные и на дублирование информации, которые собирает, получает и обрабатывает от Национальной службы здравоохранения. Поэтому, как бы, вот это было интересно такое наблюдать, как на прошлый четверг остановилось заседание Сейма, как раз на этом предложении оно было снято. Затем была очень активная поддержка населения на инициативе МАНА БАО СЛВЭ, где за короткий промежуток времени очень много людей подписали за ликвидацию бюро по вакцинации. И то, что мы наблюдаем сегодня, то с повестки дня, похоже, будет снят вопрос этот законопроект, где упоминается бюро по вакцинации. Я допускаю, что это будет вызвано тем, что хотят более корректно уточнить редакцию по присоединению бюро вакцинации к Национальной службе здравоохранения в целях, как бы, плавно переместить субъект, который вызвал народное негодование, и имплицировать его постепенно в другую структуру, просто-напросто, сохранив финансирование, сохранив зарплаты работникам этого бюро. Это такой хитрый ход, насколько я понимаю, для того, чтобы, сохранив лицо, убрать не очень красивое действие со своей стороны. Если мы говорим о долгосрочном пути, что правительство идет в правильном направлении, то, наверное, удивлю, скорее всего, слушателей своим на сей раз нестандартным, скажем так, мнением. Да, я поддерживаю, что если господин Левит имел в виду реиндустриализацию экономики Латвии в долгосрочной перспективе, как путь, по которому должна идти Латвия, то, да, я считаю, что это правильный путь. И да, это тот вид деятельности в народном хозяйстве, который может стабилизировать благосостояние, который может стать фундаментом для возрастания доходов населения. И это тот путь, который на самом деле уже давным-давно необходимо было бы развивать. Однако здесь очень интересный такой исторический экскурс, который вырисовался на заседании прошлого сейма, когда господин Каренч, мотивируя реиндустриализацию, сделал историческое такое сравнение по Латвии, в каком Латвии находилось состояние на момент начала Первой мировой войны. И вот этот экскурс для меня был на самом деле очень, я была удивлена, это был как бы нонсенс. Почему? Потому что, скорее всего, я подозреваю, что господин Каренч не подозревал о наличии подводных камней, делая этот экскурс, и не подозревал об истинных причинах очень успешного развития индустриальной экономики Латвии до Первой мировой войны. Почему? Потому что, как мы помним, Латвия до Первой мировой войны находилась в составе Российской империи. И именно Российская империя в тот момент и в определенный промежуток исторического времени достаточно рассматривала позитивно Латвию как жемчужину Российской империи, Ригу как именно город интеллектуального развития, и где на самом деле благодаря связям и пересечению путей и многонациональному составу населения была очень благотворная ситуация для развития инвестиций в промышленный сектор и для дальнейшей продажи продукции, которая производилась в индустриальном секторе экономики Латвии на территории Российской империи. И вот мне кажется, как бы вот этого нюанса и подыстории данных фактов господин Каренч либо не знал, либо его консультанты ему не рассказали. И вот затем было очень интересно наблюдать всеми дискуссию, как другие политики с националистически настроенными взглядами достаточно активно отмеживались от данного экскурса и от данной трактовки фактуры, скажем так. А самое интересное, что потом получается, что во время индустриализации Латвии до Первой мировой войны и строительства заводов, производства, экспорта, инвестиций и выросло это поколение красных латышских стрелков, скажем так, либерально думающей оппозиции, образованной оппозиции, которая затем в России помогла свергнуть династию, династию, империю и, так сказать, ввести к власти Ленину. Но это такой вот интересный экскурс в историю, который был на прошлом заседании Сейма. Да, я вот все-таки хотел бы вернуться, может быть, к этой умной или вот этой вот индустриализации, да, въеда такая, да, так сказать, это мы еще вернемся. Все-таки, возвращаясь вот к этой истории с этим скандальным, печально известным тебе уже бюро по вакцинации, но получилось так, что, ну, в какой-то степени Минздрав или министр здоровья вас услышал, учитывая весь этот ажиотаж, который поднялся вокруг бюро вакцинации и 18 тысяч подписей, вами упомянут, все-таки бюро по существу перестало в таком виде, в котором оно было изначально, перестало существовать. Ее интегрировали в Национальную службу здоровья, видимо, так, размыли всю эту историю. Можно ли считать, что вы чего-то в этом плане добились, или такой хитрый ход оставить всех, я так понимаю, сохранить заработную плату этим людям, а результата все равно не будет? Я бы сказала, я воспринимаю данную ситуацию с бюро по вакцинации позитивной, считаю, что это успех оппозиции, успех Юлии Степаненко и мой лично. Почему? Потому что, во-первых, мы подняли эту тему и начали о ней говорить, причем публично, подготовили пресс-релиз, который разошелся в том числе и в латышскоговорящей прессе, обратили внимание на так называемую газету по вакцинации, о которой тоже даже в мейнстрим медиа и идет дискуссия, и идет такой обмен мнениями достаточно острый. Я считаю, что эти вещи, когда оппозиция, работа оппозиции должна быть поднимать скрытые вопросы, задавать неудобные вопросы и заставлять корректировать действия политиков с учетом мнения людей, с учетом мнения населения большинства и с учетом того, какую реакцию вызывает какое-то действие. То есть работа политика заключается не только в том, чтобы умно говорить, но и своевременно и быстро реагировать на настроение, понимать, что людям важно, что очень актуально и какие можно предложить решения для того, чтобы ту или иную задачу или проблему решить. И несмотря на то, что бюро интегрирует в Национальную службу здравоохранения, в любом случае это показывает и немножко дало по ушам, назовем это так, наглому освоению финансового ресурса, который на самом деле был направлен на потребление денег налогоплательщиков и на создание пиара акций. В моем понимании бюро по вакцинации это пиар-агентура, которая занимается пиар-программой, при которой пытаются объяснить людям, что нужно вакцинироваться. Но нельзя пиар-акцией заставить людей сделать вакцину, если самой по себе вакцины нет, то есть она не закуплена или закуплена в недостаточном количестве. Невозможно людей заставить вакцинироваться, если, например, часть населения по опросам СКДС говорит о том, что они готовы вакцинироваться, но готовы вакцинироваться вакциной «Спутник Ви», которую латвийское государство не планировало и, возможно, даже не планируется. Лично я в том числе подала запрос министру здравоохранения, я хотела подключить коллег по Сейму из оппозиции, и чтобы было пять депутатов подпись, чтобы это был оперативный запрос министру здравоохранения по покупке вакцины «Спутник Ви». Но, к сожалению, у меня поддержал только еще три человека из Сейма, которые подписали. Поэтому пришлось переделывать запрос. И с учетом ситуации, что именно психологически большая часть русскоговорящего населения, она готова сделать прививку, но она готова сделать прививку вакцины «Спутник Ви». Одновременно мы знаем, что Чехословакия, Словакия и Венгрия закупили вакцину «Спутник Ви» и вакцинируют, предлагают эту вакцину своему населению. И если вопрос является как можно оперативно вернуться к нормальной экономической и хозяйственной жизни, если вопрос заключается в безопасности и здоровье людей, если вопрос заключается в стабильности, как самой социально-экономической системы государства, то почему правительство не рассматривает, даже не рассматривает и Министерство здравоохранения вопрос о закупке вакцины «Спутник Ви», которая, как мы знаем, на данном этапе проходит процедуру убыстренного регистрации в агентуре Европейского Союза по медикаментам. То есть ряд стран Австрии обсуждает вопрос о возможном потенциальном производстве совместного вакцина. Италия тоже подтвердила о возможном совместном строительстве завода о производстве «Спутник Ви» вакцины. То есть российская эпидемиологическая научная среда и институт, который разработал «Спутник Ви», она на высоком, очень экотируемом уровне в международном пространстве, и это признано. То есть из-за зашоренности взглядов, из-за геополитических, очень часто таких сложных аспектов коммуникации находится под риском здоровья людей. Нормальное функционирование экономики и как можно более оперативное возвращение к нормальной жизни в стране. И вот поэтому я задала такой вопрос. Я знаю, что публично свою поддержку использования вакцины «Спутник Ви» высказали в том числе мэр города Резекне, и в том числе и из Даугатуса прозвучали предложения рассмотреть возможности вакцинации именно «Спутником Ви». И нужно понимать, что если действительно часть населения на это готова, то почему это не сделать. И я не вижу, чтобы бюро по вакцинации рассматривало такие моменты. И я не думаю, что напечатанная газета о вакцинации заменит реальное наличие вакцины, реальное учитывание мнения населения, граждан Латвии тому, кто хочет вакцинироваться, чтобы они могли выбрать вакцину. Абек? Да. Я все-таки хотел вернуться, потому что «Спутник Ви» или «Спутник 5и», в принципе, это ведь, ну, как бы понятно, что это дело месяцев. Это не произойдет завтра и послезавтра. Во-первых, мне тяжело представить, чтобы власти Латвии пошли на закупку этой вакцины без акцепта Европейского Союза. Поэтому в любом случае нам надо будет, видимо, дождаться, что скажет Европейское агентство лекарств. Но, возвращаясь вообще к ситуации с вакцинами, мы видим, что, по существу, с понедельника вакцинация, ну, за исключением каких-то мизерных доз Pfizer и Moderna, которые получают, видимо, люди, раньше записавшиеся на эту, из группы риска, или те, кому нужно сделать, ну, вторую дозу. Фактически после того, как приостановили все действия с AstraZeneca, у нас вакцинации больше нет на сегодняшний день. Может быть, потом будет, но на сегодняшний день больше нет. Все служебные расследования, которые инициировал господин Павлиц, пока не привели никакому результату, как обычно, виновных нет. Все-таки вы человек, который работали длительное время в правоохранительных органах, знает, что такое оперативная работа, расследование. Может ли быть в данной ситуации вот такая история, когда нет виновных? То есть мы не закупили один раз достаточное количество вакцин, хотя у нас была такая возможность, второй раз отказались от закупки вакцин, и нет виновных, даже я не говорю сейчас про уголовную ответственность, хотя, возможно, и это уместно, что даже нет виновных для административной ответственности. Протоколов нет, отчетов нет, записи нет. Это вообще возможно в госуправлении? Видите, то, что я вижу, как бы, и в чем я вижу проблему, это даже не в том, что нет виновных, а в том, как происходит коммуникация и сотрудничество между чиновническим аппаратом и между политиками, или, вернее, министерством и министром, которые реализуют политику. И что я вижу, что здесь, во-первых, чиновникам легче и проще выбирать позицию, что не проявлять инициативу и ждать указаний, которые поступят от министерства и министра, то есть чтобы, в принципе, не рассердить, это один момент. А второй момент, это очень такая, как бы, удобная позиция для того, чтобы, как бы, ну, не было команды, ну, и не предложили, ну, как бы, мы рассказали, что вот есть такие-таки варианты, а кто там уже эту вакцину, как бы, купил, понимаете? Здесь ситуация с этим же самым служебным расследованием, с тем, кто виноват или никто, кто не виноват. Безусловно, я понимаю, что народ, не вопрос в том, чтобы обязательно кого-то наказать, посадить или оштрафовать. Вопрос в том, чтобы было понятно, почему нет вакцин. И, как бы, кто не обеспечил Pfizer? Какие аргументы логические были за то, чтобы покупать AstraZeneca в таком большом количестве, перенести портфель на это? То есть сам по себе процесс лоббирования, по всей видимости, очень многие решения в том же самом правительстве принимаются не на основании резолюции, а на основании устного разговора, я допускаю, и на основании соглашения. Это, как бы, ну, таков инструмент существует. Теперь, следующий момент. Я не верю, что если бы министры или министерство или правительство не сказала или не потребовала конкретно от чиновников Национальной службы здравоохранения, не потребовала конкретно, что вот дайте нам, давайте закупать такую вакцину, или там вот давайте обязательно закупать эту вакцину, давайте там обеспечим каким-то этим, ну, мы правительство, мы выделяем на это деньги, мы требуем, чтобы вы закупили то-то, то-то. Вот вы поехали там, я не знаю, живите, ночуете там еще где-то у Pfizer, у Moderna еще, не приезжайте, пока не привезете вакцину. Ну, то есть, получается, какую стратегию выбирает правительство? Правительство, получается, выбирает, ну, Каренч выбирает момент, что он заменяет винтел непослушную с характером на Павлюта. Ну, понимаю, Павлют более логично думает, более строит, структурировано строит свою коммуникацию и сотрудничество. Но и Павлют для того, чтобы, как бы, немножко уменьшить эту температуру кипячения от того, что нет вакцин. И получается такое, как бы, направление, почему не выбрали Pfizer, а вы выбрали AstraZeneca, и никто не может объяснить, он начинает служебное расследование. То есть, в этой ситуации это показывает о том, что для снятия пара выбирают и перекладывают ответственность на чиновников. Правительство самостоятельно не считает нужным брать ответственность на себя и нести эту ответственность. Ну, и в результате мы есть там, где мы есть, когда, получается, население видит весь этот хаос, беспорядок и просто-напросто растрынкивание бюджетных средств на тесты, на маски, на вакцины, на вакцинационное бюро. Но очень скептически вообще, как таковое, относится к той же самой опасности вируса и опасности заражения COVID. Почему в последнее время и, скажем, в прошлом году расцвели все эти сказки и рассказы о этих, так называемых, анти-COVID направления, там антиваксеры и так далее и тому подобное. Ну, я считаю, что это заслуга нашего правительства, того, что они не умеют организовать работу, своевременно обеспечить необходимое количество вакцин, своевременно проинформировать и понятно, и доступно людей. Теперь последнее заседание бюджетной комиссии, когда нужно было выделить, перераспределив бюджет, 300 тысяч дополнительно на рекламную кампанию, где государственная канцелярия обосновывает это тем, что часть населения находится вне доступа. То есть теперь, получается, проект решила, что да, вот у нас есть, оказывается, часть населения, в основном это, наверняка, русскоговорящая часть населения, которая не хочет вакцинироваться с AstraZeneca. Ну, то есть сначала создали очень негативный фон, абсолютно непонятный, а теперь дополнительно тратятся деньги, опять же, не на вакцину, а на пиар-акции, для того, чтобы якобы потом все-таки предложить людям вакцину. Закупите вы вакцину в спутник ВИП, предложите вакцинироваться, люди сами вакцинируют. Без газеты, без пиар-компании. Любовь Швецова у нас на прямой связи, депутат Сейма, приявемся буквально на минутку, небольшая пауза, не переключайтесь. Еще раз добрый день напомню, депутат Сейма, Любовь Швецова у нас на прямой связи. Мы говорим, естественно, о ситуации, связанной и с вакцинацией, и вообще вот с режимом эпидемиологической безопасности. Вот мы видим, что правительство пока колеблется с тем, чтобы смягчать те или иные ограничения. Более того, министр здоровья Павлец предупредил, что вполне возможно, что вместо ожидаемого, ну, ближе к Пасхе, вот, вместо ожидаемых послаблений мы увидим обратный процесс, а именно будут какие-то ужесточения. Мне тяжело представить, какие могут быть ужесточения. По-моему, только в арсенале правительства остался еще неиспользованный инструмент. Это такой локдаун, где будет какое-то ограниченное передвижение, но других вариантов я уже не вижу. Ну, вряд ли опять запретят продавать, я извиняюсь, там носки и батарейки. Скорее всего, просто можно будет передвигаться из дома до магазина, аптеки и обратно. Это в случае, если вот начнется такое бурное распространение британского штамма. Вот как вам видится этот процесс? Знаете, мне сложно вот на данном этапе пока слишком мало данных для того, чтобы принять достаточно обоснованное решение. То, что я вижу, в принципе, по общим статистическим данным, в течение последних двух недель или даже трех недель, получается, общее количество заболеваемости COVID от тестируемых постоянно снижалось. Плюс еще я смотрела информацию, которая публично доступная, по донорам крови, которые, сдавая кровь, в том числе делали анализ на антитела COVID-19. И если в прошлом году по анализу сданной крови было только 5% населения, у кого были констатированы антитела, то теперь уже 15%. Что это означает? Эта тенденция означает, что на самом деле гораздо большее количество людей по сравнению с прошлым годом переболело, и у них возникли антитела. Наличие антител подозревает в том числе и наличие определенного иммунитета, который вырабатывается в организме. Это, конечно, безусловно, не заменяет, и я не хочу говорить об этом, что наличие антител может гарантировать возможность не делать прививку. Это дискутабельный вопрос, но он достоин того, чтобы его обсудить. И одновременно то, что два дня последних наблюдается возвращение, ну по процентам, я так понимаю, небольшой прирост относительно уровня заболеваемости. Конечно, наверное, важно понимать на самом деле для того, чтобы решить, какие именно ограничения выводить, какой именно ареал заболевания и место, где данные люди инфицировались, как мне кажется. И здесь вот еще один такой момент наступает, который возможно, возможно, на самом деле, как бы все эти ограничения, они связаны только с тем, чтобы в Латвии можно было при более или менее уменьшенном количестве заболеваемости провести вот этот хоккейный чемпионат, чемпионат по хоккею, так называемый. Это одна из версий такая, которая у меня в голове складывается. А вторая версия, которая все-таки, я не понимаю, почему строгие ограничения в Латвии применялись и применяются на всей территории, и почему они на всех распространяются одинаково. Причем количество тестов в Латвии делается гораздо больше, чем в Литве и в Эстонии. У них меньше тестирования было. И как бы в последнее время, получается, в Эстонию был завезен как раз этот английский штамп, и он вызвал у них сплеском заболеваемости. И вот тут немножко как-то вот, но до этого, до всплеска именно вот это очень липикс, это ну прилипчивого... Заразный, да. Да, да, заразного под вида ковида из Великобритании. В Эстонии были, был очень разделен ограничение по регионам, по самоуправлениям, по сегментам. И это означало, что, как мы знаем, что в Эстонии можно было посещать рестораны до шести часов вечера. В Эстонии можно было заниматься спортом до десяти человек. Это только две недели, как в Эстонии, скажем, ввели более строгие меры. В Эстонии дети ходили в школы, учились без масок. И эти многие вещи, они просто-напросто не настолько заставили людей устать от ковида и устать от ограничений, потому что они были постепенными, потому что они были сегментированы, потому что они были по регионам. В Латвии у нас горел красный свет везде, во всех самоуправлениях, во всех школах, во всех видах спорта. И это уже как бы, ну, довело температуру кипения до очень высокого градуса. И теперь, получается, если у нас опять следующие этапы, еще более строгие ограничения, но когда будет этот момент взрыва, когда крышку сольют у чайника, вот интересный вопрос к тем же самым медикам. Я понимаю, что медики-то что говорят, и чиновники Министерства здравоохранения, и они не хотят брать ответственность на себя. Почему? Потому что перегреется, конечно, система здравоохранения. То есть из-за того, что у нас ослаблена медицина, недостаточно финансированная была со стороны государства и медики на протяжении, я не знаю, 15 последних лет, в результате она является самым слабым звеном в нашем государстве. И теперь, если наступает большое количество пациентов, которые в тяжелой форме переносят заболевание, то система медицинская не справится с этой нагрузкой. Из-за того, что эта система слаба, все остальные системы, в том числе экономика, мучения, дети, другие заболевания, они выбиты из клеи, выбиты из строя. Это неадекватное, как бы, и вот это неадекватное нежелание взять ответственность, слепое включение красного светофора вне зависимости от региона, вне зависимости от сегментации отрасли, но вот оно привело к тому, что привело, поэтому так много людей подписались за распуск вакцинационного, за ликвидацию бюро вакцинации, как мне кажется. Абик? Я все-таки еще думаю, что, на мой взгляд, что все-таки раздражение у людей чаще всего вызывает вот такие какие-то нелогичные решения правительства, поскольку сложно объяснить с точки зрения логики, почему книжные магазины сейчас открыты и за пределами торговых центров, и, кстати, в торговых центрах. А такие же по размеру и возможности обеспечить вот эту там дистанцию между людьми, не знаю, обувные магазины, они закрыты. Ну, какая-то же логика должна быть, или вирус обязательно заходит только в обувной магазин, а книжный магазин он обходит стороной. Ну, это я, может быть, аутрилу, но ведь люди просят, чтобы им хотя бы объяснили какие-то элементарные вещи. Или нам говорят, что вот если все будут носить маски и соблюдать дистанцию, то возможность заразиться в этих, не знаю, в торговых центрах, она минимальная. Люди, мне тяжело, я сейчас не видел за последнее время людей, которые осмелились вообще входить в какой-то торговый центр без маски, но дистанцию худо-бедно люди соблюдают, и тем не менее все равно говорят о том, что надо бы, вот если будет расти заболеваемость, ограничить и вот эти торговые места, которые у нас есть пока. Ну, видите, тут возникает вопрос, если у нас все закрыто, откуда эта заболеваемость растет, а? Ну, вот у нас все закрыто, но не в книжных же магазинах эти люди, получается, вирус приносят. И, ну, вот мое субъективное мнение заключается в том, что, оно хоть не основано на цифрах, что большая часть населения на самом деле скептически воспринимая и понимая, что вся нагрузка по всей ситуации ложится на самого человека индивидуально, и от государства никакой поддержки ждать не стоит, особенно с учетом того же, что первоначально все эти пособия, которые были предложены в прошлом году и практически уже до января этого года, они были некомпенсирующими простои и ограничения деятельности. И поэтому люди ходили, работали, оказывали услуги, просто сделали это стихаря, скажем так, в результате чего большая часть тех же самых прихмахеров, косметологов, я не знаю, манитюр, специалистов, отрасли красоты, они просто-напросто уже переболели. Латентно переболели, у них уже возникли антитела, и теперь они, как бы, получают, ну, я считаю, что в меньшей степени относятся к группе риска. Те же самые производства. Больничный лист не компенсировал на производство, где люди производят какую-то продукцию, которую экспортируют, не компенсировал строгость ограничения и того, что люди не приходили на работу. Приходили, заражали других соседей, соседи заражали, там, допустим, семью и так далее и тому подобное. Опять уже, теперь интересно, когда я читала сообщение господина Домбиса, там было написано, что в домах среди медиков больше нет вспышек эпидемии и в домах социального обеспечения. Ну, пансионаты. Они уже переболели, те, кто, как бы, ну, слабое здоровье, те умерли, те, у кого было более сильное здоровье, как бы, те выжили и на данном этапе больше не болеют в этой отрасли. Но, получается, теперь остаточный принцип и еще один момент. Вот эти ограничения, если, как бы, ограничения по приобретению товаров в большом центре можно, в маленьком магазинчике нельзя, да, они нелогичны абсолютно. Окей, хорошо, я понимаю логику того, что книжный магазин можно посещать, а вот обувной нельзя, потому что, ну, наверное, все-таки посещение книжного магазина и книги сейчас не так уж большое количество людей покупает. А обувь, как бы, она нужна многим и детям и так далее и тому подобное. И, наверное, за покупку обуви многие пойдут, особенно с учетом того, что сезон меняется в конце концов. И, опять же, получается, что заболеваемость, риск заболеваемости повышается в местах коммуникации, перемещения и, ну, где много людей социализируется, назовем это таким образом. Сейчас у нас все закрыто. У нас нигде ничего не работает. Откуда берутся вот эти постоянный прирост заболеваемости? Значит, получается, кто-то их приводит. И у нас теперь, мы по-прежнему не разрешаем покупать в магазинах широкого профиля, но мы открыли внешние границы, возобновили авиаперелеты самолетов. То есть, получается, в этой ситуации новый штамп вируса к нам могут опять же везти, въехав сюда, ну, в Латвию, везти на территорию дополнительное распространение или разнос. Ну, я, например, все-таки больше склоняюсь к той точке зрения, что большая часть латентно переболела, и в течение двух недель должно уменьшиться количество заболеваний. Вот мы это обязательно увидим, надеюсь, через две недели. Все-таки в завершении хотел бы все-таки вернуться к тому вопросу, который вы затронули. Это очень важно. Вот эта реиндустриализация, о которой говорил господин Калинч. Нет такого ощущения, что премьер замахивается как бы вот на глобальные задачи, отказываясь, знаете, серии «Ради великой идеи» можно пока пожить без доходов. Ну, мне кажется, это очень напрометчиво, что я имею в виду. Ну, вот это заявление премьера о том, что раз эта программа уже слабо работает, я имею в виду программу ВНЖ, вот инвестиции в обмен на виды на жительство, ее нужно закрыть. Ну, этот нерезидентский банковский сектор мы уже закрыли. С транзитом и логистикой, я так понимаю, там тоже беда очень большая, там падение катастрофическое. Чаще это вот реформа портов, которая, я так понимаю, отнюдь не приведет к росту грузопотока. А как же мы будем вот зарабатывать? Потому что любая реализация, какая она не была бы хорошая, это, во-первых, миллионные инвестиции, во-вторых, сразу же не будет какого-то эффекта. Это долгосрочная история? Интересный вопрос. И одновременно очень сложный, на самом деле. Потому что изменяется как таковая структура общества и изменяется сама экономика. И она изменяется не только в Латвии отдельно, она меняется во всем мире. И понятно, что конкурентоспособность страны, благосостояние и стабильность страны, в том числе социально-экономическое, зависит на самом деле и в основном только от доходов и от экономической составляющей. То есть экономика – это кровь, то есть финансовые потоки, потоки товаров, которые затем реализуются в те же самые финансовые ресурсы в виде налогов, от налоговых поступлений, они обеспечивают качество жизни, качество доходов и стабильность и процветание страны как таковой государства. Я боюсь, что господин Каринч, говоря о реиндустриализации, будучи филологом, а не экономистом, и не понимая процессов экономики, особенно в контексте ссылки на период Латвии до Первой мировой войны, немножко не понимая это, подводные камни и истинные процессы, которые являются двигателями экономики. И реиндустриализация в том числе является или должна строиться на определенных фундаментах. Реиндустриализацию можно и дефинировать в том числе как эффективную логистику перемещения по современным железнодорожным путям высокотехнологичных, конкурентоспособных продуктов, роботов, роботизационных механизмов. Почему? Потому что однозначно значение рабочей силы как таковой будет падать, уменьшаться, и любой бизнес будет стараться уменьшить расходы. Если у нас в Латвии налоговая политика, особенно на рабочую силу, достаточно неконкурентоспособна по сравнению с Литвой, Эстонией, то, наверное, какие-то производства, где есть рабочая сила в Латвии, будут только уменьшаться. И отсюда возникает следующий момент. Какие будут сырьевые составляющие для индустриальной продукции? То есть откуда будет поставляться и получаться сырье в Латвии для производства конкурентоспособной продукции индустрии? И на какие рынки данная продукция будет затем продаваться? Мы знаем, что европейский рынок, он достаточно перенасыщен, и конкуренция очень жесткая. Мы прекрасно понимаем, что конкурентоспособные цены на составляющие сырья, они у нашего восточного соседа, в России. Из-за риторики националистической и негативные в отношении соседа восточного явно какие-то позитивные сдвиги во взаимоотношениях не предвидятся между Латвией и Россией. Политика по поводу ВНЖ и увеличения инвестиционных требований и сумм по инвестициям в экономику, это тоже дискутабельный вопрос. Нужно понимать, что ни один внешний рынок, тот же самый российский, белорусский или казахстанский, он не возьмет продукцию, произведенную в Латвии, если там не будет представлять интересы агент той национальности, которая живет на этой территории. То есть нам вряд ли Казахстан примет продукцию из Латвии, если сотрудничать с латвийской фирмой, не будет казахстанская фирма с казахстанским капиталом, с представителем Казахстана, жителем Казахстана. И то же самое касается белорусского рынка. То есть я бы сказала так, что эффективность и успешность реиндустриализации напрямую связаны с тем, как господин Каринч и правительство видят источники для производства и рынки сбыта, а также количество и качество рабочей силы, интеллектуального потенциала внутри страны. Мы видим, что демографическая ситуация у нас негативная и в прошлом году был антирекорд по рождаемости. Это означает, что у нас постоянно происходит уменьшение населения, уменьшение рабочей силы и качество рабочей силы страдает, а закупать конкурентоспособные составляющие навряд ли мы сможем. Да, вот такая, может быть, не очень веселая картинка у нас сложилась, и время эфира подошло к концу. Спасибо большое, Любовь Швецова, депутат Сейма, у нас было на прямой связи. Я знаю, что вам нужно тоже вернуться на это виртуальное пленарное заседание Сейма. Спасибо большое. Благодарю. Хорошего дня.